Подбелихил Курган, расположенный на заслужливых холмах юго-восточной Турции, долгое время считался священным курганом. Здесь в ясный день захватывающий вид с холма простирается до самого горизонта. Но в середине 20 века археологи поняли, что Подбелихил является не только хорошей смотровой площадкой, здесь погребены останки древнего поселения. Наши, больше не заметив ничего примечательного, археологи не стали проводить раскопки и двинулись дальше. Лишь в 1994 году немецкому археологу Клаусу Шмидту об этом кургане рассказали местные жители. При помощи местных фермеров он взял на себя смелость и приступил к раскопкам. Вскоре Шмидт понял, что эти Т-образные камни были не над гробьями, а верхними частями огромных мегалитов. Дальнейшие раскопки выявили огромный комплекс, включающий возвышающиеся Т-образные колонны, длинные арочные дорожки, концентрические круги внушительных каменных стен. Но это не было самым большим сюрпризом. Когда археологи смогли датировать строение, его возраст показал, что их комплексу было более 10 тысяч лет. Дорогие друзья, сегодня видео, которые выходят на нашем канале, создаются только благодаря вашей помощи и поддержке. И на мой взгляд, финансирование за счет аудитории является наиболее правильным способом, потому что в этом случае автор работает только для вас. Поэтому, если вам нравится наш канал, если вы увлечены астрономией, если вам нравятся космические фильмы, то вы можете оформить ежемесячную подписку или отправить донат сообщением на сервисе Boosty. Также можно отправить донат сообщением и на сервисе Donation Alerts. Ссылки на все способы поддержки находятся в описании под этим видео. А еще поддержать канал можно, включив VPN и посмотрев рекламу. Ну а мы продолжаем. Под Белихил, который на турецком языке звучит как Гюбекли Тепе, оказался одним из старейших сооружений, когда-либо построенных человеком. Комплекс был построен в конце последнего ледникового периода, при переходе человечества от охоты и собирательства к оседлому образу жизни. И это было задолго до египтян, евреев, индуистов и буддистов. Археологи и по сей день не знают истинного назначения этого сооружения. Но в любом случае, этот комплекс Гюбекли Тепе был жизненно важен для людей, построивших его. Но по какой-то причине на долгие тысячелетия он был затерян и забыт. Тысячи лет человеческой истории. Сотни культур и десятки крупных цивилизаций рождались, росли и угасали в этом регионе, никогда не считая его чем-то большим, чем Старый Холм. Комплекс Гюбекли Тепе служит краеугольным камнем нашего сегодняшнего понимания развития человеческой цивилизации. Без него наше прошлое было бы еще более загадочным. А ведь оно было построено всего каких-то 10 тысяч лет тому назад, что в масштабах возраста нашей планеты в 4,5 миллиарда лет – очень небольшой промежуток времени. По мере того, как мы углубляемся в наше прошлое, история нашего происхождения становится еще более мрачной. С помощью окаменелых фрагментов, разбросанных по всему миру, мы по крупицам собираем нашу историю, истории эволюции человечества. Помимо этого, по оценкам археологов, у нас есть ископаемые свидетельства примерно 1% всех когда-либо живших видов. И это только жизнь на нашей планете Земля. Всего лишь несколько десятилетий назад, при помощи наших всевозможных зондов, телескопов и технологий, мы только начали исследовать более далекий космос. Но большая часть Вселенной пока остается все еще неизведанной и не нанесенной на карту. Какие тайны нас там ждут? Как далеко мы можем отодвинуть истоки не только нас самих и жизни на Земле, но и жизни во Вселенной? Как и Гебекли ТП у нас на Земле? Какие древние памятники жизни нас ждут в глубинах межзвездного пространства? Сколько же было утеряно непрочитанных небесных книг? Являемся ли мы одними из первого поколения или последними в длинной череде рождений, жизни и смертей? И можем ли мы идентифицировать инопланетную жизнь, даже если она смотрит на нас? Чтобы идентифицировать жизнь, мы должны дать ей определение. А научная литература в настоящее время содержит более 200 различных определений. Классификационная схема опирается на то, что жизнь имеет три различных свойства. Первое. Жизнь должна иметь возможность хранить информацию. Какими бы ни были средства, жизнь должна кодировать информацию о своем текущем состоянии. Она также должна хранить информацию о своих собственных чертах и характеристиках, а также информацию, необходимую для создания различных процессов. Второе. Жизнь должна быть способна катализировать реакции. Она должна иметь возможность взаимодействовать с окружающей ее средой, реагируя на нее и генерируя собственные реакции. Эти реакции позволяют жизни приобретать, хранить и расходовать энергию, а также они позволяют жизни реагировать на сигналы и угрозы. А еще эти реакции позволяют жизни создавать новые структуры. И, наконец, что немаловажно, то, что отличает жизнь от нежизни, это способность к самовоспроизведению. Жизнь должна иметь возможность создавать копии самой себя, и эти копии должны как можно более точно соответствовать оригиналу. Сочетание этих трех факторов, собственно, и позволяет жизни жить. Знаменитый физик Эрвин Шрёдингер был первым, кто определил фундаментальные принципы жизни с физической точки зрения, предположил, что хранение, использование и передача информации имеет первостепенное значение. Информация, хранящаяся в жизни, дает и инструкции, необходимые для катализа реакций. И некоторые из этих реакций включают способность жизни воспроизводить себя. Тогда жизнь может продолжаться и делать то, что мы обычно ассоциируем с жизнью. Она может двигаться, есть, защищать себя, посылать и получать сигналы, и самое главное – размножаться. Этот полный цикл также позволяет жизни подвергаться естественному отбору. Давление со стороны окружающей среды воздействует на информацию, передаваемую от одного поколения к другому, отбирая одни черты, как полезные для выживания и игнорируя другие. Собственно, это уже само по себе предполагает другое определение жизни. Жизнь способна эволюционировать. И на современной Земле мы можем видеть примеры этого определения. Мы яркий пример этому. У нас есть ДНК для хранения информации. У нас есть белки, которые катализируют реакции. У нас есть РНК, которая действует как инструмент перевода информации, хранящийся в нашей ДНК. И в завершение, наша ДНК может через РНК давать информацию о создании белков, которые продолжают создавать копии нашей ДНК, передавая наше генетическое наследие от одного поколения к другому. С уверенностью можно предположить, что вся жизнь во Вселенной соответствует этому основному определению. Если бы это было не так, нам было бы трудно идентифицировать живые организмы как живое. А как же появление жизни на ранней Земле? В какой-то момент совокупность химических процессов перешла от неживого к живому, и эта граница, вероятно, была размыта. Современная триада ДНК и РНК белки не могла существовать в первой жизни, так что ранняя жизнь должна была быть проще. Одна из гипотез утверждает, что ранняя жизнь существовала исключительно из нитей и РНК. Эти самые ранние формы жизни были бы совершенно чужды той жизни, которую мы знаем сейчас. И поэтому рассмотрение этой страны для нас ранней жизни снова приводит нас к вопросу, можем ли мы вообще распознать инопланетную жизнь. Ранняя жизнь использовала жидкую воду в качестве растворителя. Растворители имеют решающее значение для нашего понимания жизни. Жизнь на Земле имеет смесь сложных молекул, чтобы жить, хранить информацию, катализировать реакции и так далее. Этим молекулам необходимо место, где они не будут мгновенно уничтожены, а вода достаточно стабильна, без резких и критических перепадов температур для этих целей. Кроме этого, вода может связываться с многими другими молекулами. Она может растворять те, которые вам не нужны. Несмотря на то, что первой жизнью на Земле могли быть экстремофилы, такие как бактерии, которые могут выживать в глубоководных геотермальных жерлах, все они находились в широком диапазоне земных климатических условий. В ранней жизни также использовались все те же элементы, с которыми мы знакомы сегодня. Углерод исключительно удобен, так как он может связываться с самим собой и другими элементами, что позволяет ему образовывать большие прочные структуры. Кислород отлично подходит для участия в химических реакциях, а значит может служить полезным инструментом для хранения и последующего использования энергии. Фосфор, азот и водород также играют важную роль особенно в построении ДНК и РНК. Так что, возможно, ранняя жизнь не была такой уж чуждой. Тот же растворитель и те же строительные блоки. Но все это на Земле. А вот все, что находится за пределами Земли, это совсем другая история. Возможно, то, что произошло на нашей планете является общим. И почти все формы жизни во Вселенной нуждаются в одних и тех же ингредиентах. В воде, углероде, свете звезды и так далее. А может быть и нет. В конце концов, у нас пока есть только одна такая планета. В 1952 году аспирант Чикагского университета Стэнли Миллер провел эксперимент. Этот эксперимент был очень простым. Миллер взял колбу с водой и добавил в нее смесь сметана, аммиака и водорода. Затем он пропустил через колбу электрическую искру. Сначала ничего не происходило. Но через сутки смесь стала бледно-розовой. Через неделю жидкость в колбе стала темно-красной. При помощи хроматографа Миллер решил определить, какие новые молекулы появились внутри колба. Результаты его поразили. Глицин, альфа-аланин, бета-аланин, аспарагиновая кислота, альфа- и аминомасляная кислота. Это были аминокислоты, строительные блоки РНК и ДНК, основы химии самой жизни. Эксперимент Миллера потряс мир. До этого у философов, теологов и ученых были лишь смутные представления о том, как могла возникнуть жизнь на Земле. Эксперимент Миллера показал, как смесь простых молекул может создать основу для богатой органической химии жизни. Исходные данные для эксперимента – вода, метан, аммиак и водород – входят в число наиболее распространенных молекул во Вселенной и состоят из углерода, кислорода, водорода и азота. Выходными данными были аминокислоты, которые представляют собой гораздо более разнообразные комплексы тех же основных элементов. Аминокислоты играют центральную основополагающую роль в биохимии. Наша ДНК кодирует информацию о 20 из них, а комбинации аминокислот дают начало нашим белковым структурам и всей жизни на Земле. Эксперимент смоделировал гипотетические условия ранней Земли. Теплая смесь так называемых пребиотических молекул искра имитировала удар молнии в первозданном бассейне, вызвав химическую трансформацию, которая однажды приведет к жизни, какой мы ее знаем. Дальнейшие исследования первоначального эксперимента показали, что Миллер создал еще больше аминокислот, но в то время технологии не позволяли их обнаружить. Эти новые аминокислоты включали варианты неиспользуемой жизни на Земле. По какой-то причине наша планета остановилась на этой группе из 20, хотя было доступно гораздо больше вариантов. Эксперимент Миллера демонстрирует одно звено в цепи создания жизни, такой, какой мы ее знаем. Для этого нужна всего лишь пребиотическая смесь элементов в правильных условиях. Но где это могло быть во Вселенной? Конечно же, одно место, в котором мы можем быть уверены, находится прямо здесь. Это наша планета. На Земле имеются обильные запасы воды. Также нашу планету защищает толстый, но не слишком плотный атмосферный слой. Еще наша планета расположена в так называемой обитаемой зоне Солнца. Обитаемая зона Обитаемая зона – это область вокруг звезды, где самая подходящая температура. Ближе вода испарится, например, как на Венере. Дальше вода замерзнет, как на Марсе. У каждой звезды есть своя обитаемая зона, причем расположение и размер этой зоны зависит от природы звезды. Например, маленькие карвиковые звезды имеют обитаемые зоны, почти примыкающие к их поверхности. Гигантские звезды имеют обитаемые зоны, простирающиеся на сотни миллионов километров. Обитаемая же зона Солнца находится сразу за орбитой Венеры и простирается до орбиты Марса. Но из этих трех миров в настоящее время только у Земли есть вода в жидком состоянии. Итак, из этого небольшого примера мы можем заключить, что условия для жизни, какой мы ее знаем, очень строгие. В 2003 году группа астрономов обнаружила глицин, простейшую из аминокислот, в нескольких гигантских молекулярных облаках. Такие облака являются местами в галактиках, где формируются звезды и планетные системы. Поэтому также возможно, что аминокислоты появились на Земле в момент ее формирования, в самом начале. Помимо аминокислот, астрономы также обнаружили различные органические соединения, как в нашей, так и во многих других галактиках и даже в далеких квазарах. И эти квазары сияли только в молодой Вселенной, что позволяет предположить, что основная химия жизни присутствовала во Вселенной очень давно. Но даже и это не истинное начало. Все это химия должна была откуда-то взяться. Молекулы собираются из элементов различных процессов во всей Вселенной. И почти все элементы периодической таблицы происходят в результате процесса, известного как звездный нуклеосинтез. Известно, что первые звезды появились примерно через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Мы также знаем, основываясь на наблюдениях космических телескопов, что галактики были полностью сформированы уже примерно через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Было время до этого, когда нашей Вселенной было всего 10-15 миллионов лет от родов. Когда космический микроволновый фон заливал Вселенную излучением комнатной температуры. Но это было задолго до появления каменистых планет или даже воды. Первая же возможность для жизни, какой мы ее знаем, плавающей в океанах жидкой воды на каменистой планете, вращающейся вокруг спокойной звезды, могла возникнуть в промежутке между 100 и 500 миллионами лет после Большого взрыва. Наша же Солнечная система образовалась 9 миллиардов лет спустя. Поэтому можно с уверенностью предположить, что Земля не была первой возможностью для нашей Вселенной создать жизнь. Но, конечно же, это касается той жизни, которую мы знаем, а не той, которую мы можем себе представить. Земля не особенно та и особая планета. Да, на ее поверхности есть жидкая вода, мягкий климат, богатый бульон из органических минералов, обильный и стабильный источник энергии. У нас нет свидетельств этих условий, говорящих о жизни, возникающей где-либо еще в Солнечной системе, не говоря уже о галактике. И все же Вселенная огромна. В нашей галактике Млечный путь насчитывается около 400 миллиардов звезд. В наблюдаемой Вселенной потенциально находится примерно 2 триллиона галактик, а в физике ничего не бывает один раз. Либо природа запрещает что-то, и это никогда не происходит, либо она позволяет. А Вселенная достаточно велика, чтобы вместить множество случаев даже самого редкого явления. Вот поэтому-то у нас нет оснований полагать, что жизнь во Вселенной настолько редка. Наш мир – это всего лишь одна каменистая планета, вращающаяся вокруг ничем не примечательной звезды. Если жизнь зародилась здесь, то логика подсказывает, что это должна быть какая-то общая черта Вселенной, а значит, она могла зародиться где-то еще. И вдобавок ко всему, Вселенная не просто гигантская, она древняя. А это значит, что жизнь, подобная Земной, могла возникнуть уже через 100 миллионов лет после рождения самой Вселенной, ведь космос сейчас почти в 4 раза старше. Жизнь на Земле появилась, как только остыла земная кора и образовались океаны почти 4 миллиарда лет назад. Простой взгляд на геологическую историю нашей планеты иллюстрирует риски, связанные с жизнью. Ведь по меньшей мере 5 раз жизнь почти полностью была стерта с лица Земли. Но каждый раз она, как Феникс, возрождалась из пепла. Жизнь, она как вирус, способна впадать в анабиоз и путешествовать по Вселенной миллионы, а может и миллиарды лет, на кометах и астероидах, пока не попадет на планету с благоприятными условиями, где начнет размножаться и эволюционировать. И если это так, то вполне возможно, что мы сможем распространиться не только по Солнечной системе, но и по галактике, преодолевая огромные расстояния. Возможно, мы как вид проживем миллионы лет или даже больше, чтобы оставаться технологически развитой цивилизацией. И возможно, тогда в далеком будущем мы сможем встретить братьев по разуму, которые намного старше нас. Но проблема в том, что все это ничто в космическом масштабе. Во все времена, на всех планетах, во всех галактиках, где возникали разумные цивилизации, они вглядывались в свое ночное небо, видели там звезды, галактики, другие миры, и, наверное, задавались тем же вопросом, что и мы. Есть ли там кто-нибудь? Одиноки ли мы? Или же Земля является единственной главой в книге жизни Вселенной? Мне же думается, что ответы лежат где-то посередине пространства времени. А наше любопытство шаг за шагом приближает нас к разгадке этой величайшей космической тайны. Для чего это нужно? Да хотя бы для того, чтобы знать, кто мы, кем мы были и кем станем. В поисках внеземной жизни мы должны заглянуть вовнутрь, присмотреться к миру, который вокруг нас, потому что этот мир устроен необычно сложно. Ведь кроме нас на Земле обитают еще по меньшей мере 30 миллионов видов разных живых существ. Как такое возможно? Что требуется для создания такого разнообразия жизни? Известно, что все живые организмы создаются на основе органики с помощью химии. По сути, жизнь – это сосуд, который наполнен всевозможными химическими соединениями. Но какими должны быть условия для этих химических реакций, чтобы возникли сложные соединения? Во-первых, нужна энергия, например, солнечная. Или энергия геотермальных источников. Этой энергии должно быть не слишком много и не слишком мало. Это значит, что планета должна быть в зоне жизни своей звезды. Также для зарождения жизни планета должна обладать большим количеством разнообразных тяжелых химических элементов, таких, например, как кислород, углерод, сера. Для смешивания и растворения всех этих элементов понадобится жидкость. И вода для этого подходит идеально. Почему вода, а не какой-нибудь газ? Да потому что в газах атомы движутся очень быстро друг мимо друга, так что не могут достаточно сблизиться. В твердых телах наоборот. Атомы как бы прикованы к месту. Они как бы обездвижены. В жидкостях же они могут смешиваться и склеиваться, образуя молекулы. И вода как нельзя лучше подходит для этого. Молекулы могут растворяться в воде и образовывать более сложные цепочки. Но где найти такую редкую комбинацию условий? Ученые говорят, что планеты отлично подходят для этого. И ранее Земля была просто идеальным местом. Она была на нужном расстоянии от Солнца, чтобы вода не испарилась и не замерзла. А в глубине океана, возле трещин в земной коре, начали происходить фантастические химические реакции. Здесь атомы объединялись в причудливые комбинации. Первые клетки, скорее всего, зарядились возле горячих подводных вулканов, в условиях, когда-то считавшихся невозможными. Но сегодня мы обнаруживаем жизнь в куда более экстремальных условиях. У нас на Земле микробы приспособились к выживанию в самых невероятных местах. Жаркие и обезвоженные пустыни, скованные льдом Гималайи, бездны океанских глубин с давлением сотни тонн на кубический сантиметр. Более того, в пустоте космического пространства формы жизни сохраняются многие сотни тысяч и даже миллионы лет. В вакууме, без кислорода и при очень низких температурах. Субтитры создавал DimaTorzok Но даже в таких экстремальных условиях, очень быстро по космическим меркам, жизнь нашла точку опоры. Как только Земля остыла, на ней зародилась жизнь. И если это произошло здесь, у нас на Земле, то почему это не может произойти еще где-то, пусть даже и не в нашей галактике? Подумайте сами. Во Вселенной миллиарды галактик. Некоторые из них во много раз больше нашей. Если в каждой из галактик будет хоть одна обитаемая планета, то в таком случае Вселенная просто кишит жизнью. Проблема лишь в одном – расстоянии. Эти расстояния в миллионы световых лет огромны. Вот поэтому-то мы можем только догадываться о существовании друг друга, а заодно и о том, как могут выглядеть эти другие обитаемые миры. Таким образом, После 4 миллиардов лет эволюции мы начали искать братьев по разуму. Мы уже выяснили и знаем то, где есть вода, там есть и жизнь. И вот поэтому-то, скорее всего, ее можно обнаружить в водных мирах землеподобных планет. Наш поиск планет земного типа начался совсем недавно. Но даже те скромные данные, которые нам удалось получить, уже довольно любопытны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это только первые строки огромной Вселенской Небесной книги. На самом же деле она огромна. Судите сами. Нам известно, что вода во Вселенной есть повсеместно. Она наполнена органикой и простыми молекулами. Все, что необходимо для зарождения жизни, так это упасть комете или огромному астероиду на поверхность подходящей планеты. Вполне себе возможно, что нечто подобное, что случилось с нашей планетой, случилось еще где-то. Сухие цифры создают впечатление, что существование инопланетной жизни неизбежно. А последние данные дают основания полагать, что до четверти звезд имеют каменистые планеты с орбитами в зоне обитаемости. Там, где вода может находиться в жидком состоянии. Миллиарды обитаемых планет с массой Земли могут находиться в наблюдаемой Вселенной. Их может оказаться даже больше, чем песчинах на всех пляжах Земли. Но среди этого изобилия миров многие будут смертельно опасны для той жизни, которую мы знаем. В зонах обитаемости могут находиться планеты, задыхающиеся в ядовитых газах, раскаленные или скованные льдами. На многих планетах может не хватать атмосферы для баланса жизни. Например, как на нашей соседней Венере. Венера – сестра Земли, но всего лишь по размерам и массе. Ее токсичная поверхность стерильна. Если нам все же удастся найти жизнь, то что мы можем узнать о самих себе? В какой главе Вселенской книги жизни описана Земля? Итак, Вселенной почти 14 миллиардов лет, а нашей галактике Млечный Путь почти 12 миллиардов лет. Разница от рождения Вселенной до рождения нашей галактики составляет почти 2 миллиарда лет. Вполне себе возможно, что в этом промежутке в 2 миллиарда лет может существовать жизнь, которая значительно превосходит ту, которая есть на нашей планете. Тогда где в истории жизни находится Земля вместе со всеми нами? Вначале, в середине или в конце? И вообще, насколько древней может быть жизнь? Первые несколько миллионов лет после Большого Взрыва космос был довольно горячим для зарождения жизни, какой мы ее знаем. Вселенная была настолько горячей, что окружающая температура сварила бы любую молекулу заживо. Но когда Вселенная достаточно остыла, то еще не было ни звезд, ни планет. Были лишь громадные дрейфующие облака водорода. Через 70 миллионов лет после остывания Вселенной гравитация начала закручивать эти облака, пока не появились первые звезды. Эти первые звезды были огромными, горячими и яркими. Но тогда еще не было жизни, которая бы могла любоваться их восходами. Для жизни нужны были тяжелые элементы, но их пока еще не существовало. Ведь даже Большой Взрыв не смог создать их. Единственные элементы, которые были созданы при Большом Взрыве, это водород, гелий и немного лития. Но тех элементов, которые делают нас живыми, создано не было. Единственное место, где были выкованы тяжелые элементы, это ядра сверхновых звезд, звезд второго поколения. Взрывы этих звезд, собственно, и засеяли космос семенами жизни. А уже из их пепла родилось третье поколение звезд, вокруг которых образовались каменистые планеты. Некоторые ученые считают, что условия для жизни существовали еще раньше, когда температура Вселенной была теплой и комфортной. Ведь по мере остывания после Большого Взрыва Вселенная проходила через эпоху обитаемых условий. Около 15 миллионов лет после начала времен окружающая температура достигла приятных плюс 24 градусов по шкале Цельсия. В течение многих миллионов лет Вселенная была теплой везде, как в бесконечный летний день на Земле. Теоретически звезды и планеты могли бы сформироваться и на такой ранней стадии, но почему-то этого не произошло. Но несмотря на десятилетия поиска, мы пока не обнаружили достоверных признаков внеземной жизни, ни разумной, ни какой-либо другой. Тогда где же они все? Неужели действительно мы уникальны и одиноки? Может, конечно, примитивная жизнь и обычное явление во Вселенной, но разумная, чрезвычайно редка, а пространство, разделяющее нас, слишком велико для установления контакта. Вселенная молода, и подавляющему большинству звезд и планет еще только предстоит родиться. Ингредиенты жизни будут совершенствоваться еще миллиарды лет. С этой точки зрения мы уникальны и находимся в начале будущей длительной жизненной эволюции. Но что может возникнуть после нас? Красные карлики. Они могут жить очень долго, целыми эпохами купая свои планеты в теплом звездном свете. В этом случае длительная эволюция жизни более вероятна в этих временных масштабах, где условия стабильны в течение огромных промежутков времени. Но любым существам, живущим близко к таким звездам, придется бороться с яркими вспышками своих звезд, постоянно грозящими вымиранием. Многие планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, постоянно обращены одной стороной к звезде, другая же сторона вечно погружена в холодную тьму. Но то, чему нас научилась Земля, мы знаем, что жизнь как вирус способна адаптироваться. Какие формы она может принять, если у нее есть сотни миллиардов лет эволюции? Но однажды, так или иначе, история жизни придет к концу. И если же мы стоим у истоков жизни, то у нас есть шанс пронести факл эволюции далеко в будущее. Дальнейшее расширение вселенной сделает далекие звезды невидимыми, и ночные небеса окажутся во тьме. Возможно, живущие в далеком будущем будут любопытствовать, каково было жить в той прекрасной эпохе ранней вселенной. Мы без устали ищем инопланетную жизнь, всматриваясь в звездную высь. Но чтобы иметь хоть какую-то надежду найти эту жизнь, мы должны знать, что искать. Итак, главный вопрос, с чего начать? Как сузить бесконечный, на первый взгляд, набор возможностей? Одно мы знаем точно. У природы есть правила. И все, в том числе и мы, должны играть по этим правилам. Какой бы странной ни была жизнь в иных мирах, она будет подчиняться тем же физическим и химическим законам, что и жизнь на Земле. Но здесь есть одно «но». Хоть основные законы природы остаются прежними, каждая инопланетная среда будет накладывать свои ограничения на возможности развития жизни. Но даже несмотря на эти естественные границы, возможности развития инопланетной жизни просто потрясают воображение. Вдумайтесь только. Во Вселенной существуют миллиарды планет, и в каждой из них свой набор химических элементов, проходящий свою собственную эволюцию. Для удобства нашей прогулки по хранилищу, инопланетные формы жизни будут разделены на два зала. В первом зале будет та жизнь, которую мы знаем. Другими словами, жизнь биохимии на основе углерода и воды, подобная нашей. Во втором зале будет жизнь, которую мы не знаем. Здесь будут существа на основе экзотической биохимии, ломающие наши представления о самой жизни в целом. Но прежде чем окунуться в неизведанное, мы должны спросить себя, что если инопланетная жизнь похожа на нашу больше, чем мы думаем? Если есть что-то, связывающее нас с экспонатами этого хранилища, то это углерод. Углерод вездесущ. Он один из самых распространенных элементов во Вселенной. Он очень хорошо формирует большие и стабильные молекулы. Углерод также обладает редкой способностью создавать четырехсторонние связи с другими элементами и соединяться в длинные и стабильные цепочки атомов, что приводит к созданию огромных сложных молекул. Такая вариативность ставит углерод во главу молекулярного механизма жизни. Ведь одни и те же углеродные компоненты, из которых состоим мы, обнаруживаются далеко за пределами нашей планеты. Они есть на поверхности метеоритов, которые кочуют в далеких облаках космической пыли. Строительные кирпичики жизни, краеугольные камни мироздания, пролетающие сквозь Вселенную, будто снег. Если внеземная жизнь и выбрала другие углеродные компоненты для своей биохимии, то ей было из чего выбирать. Недавно ученые определили более миллиона возможных альтернатив ДНК, и все они созданы на основе углерода. С любой когда-либо открытой углеродной формой жизни мы связаны фундаментально. По сути, эти существа будут нашими космическими братьями. Но будут ли они похожими на нас? Если они обитают на планетах, похожих на Землю, то у нас может быть больше общего, чем просто биохимия. Среди астрофизиков готовят мнение, что конвергентность эволюции при наличии условий, похожих на земные, создаст формы жизни, очень близкие к нашим. Животные растения будут выглядеть очень знакомыми. На Земле определенные свойства, например, такие, как зрение, эхолокация и полет, в ходе эволюции возникали постепенно, множество раз и независимо у разных видов. Такая же конвергентность эволюции может быть применима и другим планетам, подобным Земле, где организмы встречаются с теми же вызовами окружающей среды. Точно нам это неизвестно, но мы знаем, что у жизни есть определенные универсальные правила. Например, слабо освещенные планеты могут порождать существ с огромными глазами для улавливания света, как у земных ночных млекопитающих. А вот существование сложных организмов, подобных человеку, кажется маловероятным, так как мы возникли в результате долгой и запутанной цепи событий. Но это не исключено. Если хотя бы одна на сотни миллионов землеподобных планет создаст существ, хоть отдаленно похожих на нас, то таких планет будут тысячи. Конвергентная эволюция Конвергентная эволюция очень хорошо показывает себя на растениях, ведь фотосинтез возникал независимо более 40 раз. Но будут ли инопланетные растения похожи на наши, или же они будут совсем другими? У нас на Земле мы видим растения зелеными, благодаря содержащемуся в них хлорофилу. Именно он отвечает за поглощение световой энергии и передачу ее молекулам, которые в свою очередь синтезируют органические вещества. Но другие звезды могут излучать иной спектр цветовой гаммы. Это значит, что и растения на других планетах могут быть с другой пигментацией, чтобы адаптироваться под цвет своей звезды. Например, растения у горячих звезд будут красными, поглощая богатые энергии и свет синих оттенков. А вот у тусклых красных карликов растения будут темными, пытаясь поглотить любой доступный цвет видимого спектра. Кстати, Земля могла выглядеть фиолетовой из-за ретинали, пигмента предшественника хлорофила. Некоторые ученые считают, что простота молекулы ретинали делает его более распространенным пигментом. Если это так, то фиолетовый, любимый цвет жизни. Но цвет внеземных растений не просто вопрос любопытства. Это химическая информация, закодированная в световых годах. Земные растения вызывают значительный след в окружающем свете нашей планеты. Схожий сигнал от другого мира также может указывать на наличие растительности. Возможно, наш первый взор на инопланетную жизнь и станет таким, как этот, пойманный в телескоп оттенок далекого мира. Что произойдет, если изменится продолжительность дня на планете? Изменится наклон ее оси. Форма орбиты. Например, на планетах с вытянутой эллиптической орбитой будут резкие смены сезонов. Можно пофантазировать и предположить, что здесь могут существовать миры, будто вымершие тысячелетия назад. Но с приближением планеты к звезде, воскресшей из-за льда снова. К сожалению, в подобном мире разумной жизни мы не найдем. На данный момент большинство открытых планет были массивными суперземлями. Например, такими как... Как могла бы жизнь эволюционировать в таких мирах? Например, в океанах гравитация может почти не иметь никакого значения. А ученые утверждают, что гравитация на массивных планетах не везде высока. В океане, собственно, где и зарождается вся жизнь, гравитация почти отсутствует, так как плотность водного организма почти совпадает с окружающей средой. Но как только любое животное выходит на сушу, оно тут же чувствует притяжение. При высоком притяжении сложным организмам для жизни на суше необходимы кости и мускулатура. А еще нужна более надежная кровеносная система. Растительность же в таких условиях не будет стремиться вверх из-за высокой энергозатратности поднятия питательных веществ. А вот планеты с низкой гравитацией не могут удержать свою атмосферу. Она просто рассеивается в космосе. Слабое магнитное поле почти никак не защищает от космического излучения. Но малые миры могут быть домом для скрытых оазисов. Огромные пещерные системы здесь могут служить убежищем для жизни. Масса малых, возможно, обитаемых планет достигает 2,5% земной массы. Если жизнь на поверхности таких планет могла все же зародиться, то это было бы потрясающим зрелищем. В условиях низкой гравитации растительность выросла бы до высоты небоскребов. И без нужды в массивных скелетах и мышцах внешний вид живых существ мог бы сломать наше представление о фантастических возможностях природы. У нас на Земле эволюции понадобилось 3,5 миллиарда лет, чтобы произвести сложную флору и фауну. Но простые организмы более выносливы, легче адаптируются и шире распространены. Таким образом, самая большая часть хранилища инопланетной жизни была бы отведена для размещения разных микробов. Но если бы нам удалось обнаружить хоть один инопланетный микроб, это стало бы величайшим открытием за всю историю человечества. Крохотная жизнь может оставлять значительные следы, например, такие, как в земных строматолитах. Здесь микробы могли бы со временем собираться в громадные скопления, формируя различные причудливые структуры. Большинство коричневых карликов слишком горячей для той жизни, которую мы знаем. Но есть и такие, которые достаточно прохладны. Например, такие, как... В атмосферах таких коричневых карликов были обнаружены все необходимые для зарождения жизни элементы. А в некоторых слоях этих глубоких облаков могут быть комфортные для жизни давление и температура. Некоторые ученые говорят, что в этих небесах может жить фотосинтезирующий планктон, парящий в восходящих потоках ветров. А достаточно мощные ветра могли бы поддерживать и более сложную жизнь, и даже хищников. Большинство мест во Вселенной либо слишком горячей, либо слишком холодны для зарождения и эволюции жизни, такой, какой мы ее знаем. Но что, если наши знания и предубеждения ошибочны? Ведь для того, чтобы что-то искать, нужно рассматривать разные варианты. Искать жизнь за пределами зоны обитаемости, в местах, которые кажутся совсем непригодными для жизни. Но экзотические условия требуют и экзотической биохимии. И даже если ни один элемент не сравнится с вариативностью углерода, то все равно есть один претендент с большим отрывом от остальных. На первый взгляд, кремний похож на углерод. Он формирует такие же четырехсторонние связи, и его также много во Вселенной. Но если посмотреть внимательнее, то мы увидим, что эти элементы ложные близнецы. В связи кремния слабее и менее способны формировать большие и сложные молекулы. Но, несмотря на это, они могут выдерживать большое разнообразие температур, что, собственно, и открывает большие возможности для этого материала. Жизнь на атоме кремния вместо углерода была бы более устойчивой к экстремальному космическому холоду. Она могла бы создавать целую плеяду странных форм. Но у кремния есть проблема. В присутствии кислорода он становится твердым камнем. Чтобы избежать окаменения, кремниевая жизнь может найти пристанище в условиях, где нет кислорода. Например, как на холодном спутнике Сатурна – Титане. Его обширные озера из жидкого метана могли бы стать идеальной средой для кремниевой жизни. Но без достаточного количества солнечного света, существа в мирах, подобных Титану, скорее всего были бы химиосинтетиками, добывая энергию через медленное разрушение камня. У таких форм жизни был бы сверхмедленный метаболизм, а жизненный цикл составлял бы миллионы лет. При высоких температурах обычно стойкие связи кислорода и кремния становятся более гибкими. Это позволяет совершать химические реакции более динамично. Это может привести к самым фантастическим предположениям о кремниевой жизни внутри кремниевой породы. Ведь в теории такие формы могли бы жить даже глубоко под землей, внутри магмовых камер. И если предположить, что так оно и есть, то пришельцы могут оказаться прямо у нас под ногами. Некоторые ученые высказывают предположения о других скрытых биосферах, где могут скрываться формы жизни, о которых мы даже и не подозреваем. Но жизнь не обязательно должна быть создана природой. Она вполне себе может быть и рукотворной. Как только в ходе эволюции рождается и развивается интеллект, то вместе с ним открывается и ящик Пандоры. Будучи свободной от типичных ограничений биологии, роботизированная жизнь может оказаться самой успешной. Она может отправляться куда угодно, включая космический вакуум. А это, в свою очередь, открывает бесконечные горизонты возможностей, недоступные биологическим организмам. И по сравнению с неспешным ходом естественного отбора, технологическая эволюция ускоряется намного быстрее, улучшая адаптивность и устойчивость. По некоторым расчетам, автономные самовоспроизводящиеся машины смогли бы колонизировать целую галактику всего за несколько миллионов лет. Невозможно предсказать, как могла бы выглядеть сверхразумная жизнь, но в теории конвергентная эволюция применима и к ней. Исключительные электрические свойства кремния могут быть единственной возможной основой для искусственного интеллекта, как возмещение за недостаточные возможности биологической жизни. По мере старения Вселенной, искусственный интеллект возможно станет преобладающей формой жизни, а самозарождающиеся биологические формы будут считаться лишь ее началом. Не исключено, что мы сами запустим этот переход, и великий эксперимент человечества будет лишь переходным звеном в бесконечной цепи межгалактической жизни. Однажды может случиться так, что этот зрачок будет принадлежать разумной внеземной машине. И чем скорее мы разберемся в деталях эволюции, тем раньше мы познаем наши настоящие исходные корни и то, куда мы движемся. Существует ли инопланетная жизнь? Состоится ли когда-нибудь контакт с инопланетной цивилизацией? Насколько могущественными они могут быть? 60 лет исследований пока так и не дали ответов на эти вопросы. Но нужно помнить одно. Если мы чего-то не видим или не слышим, то это еще не означает того, что этого нет. Современные технологии открывают умопомрачительные возможности. И в скором времени мы сможем заглянуть за горизонт гораздо дальше, чем сегодня. Считается, что самым сложным объектом во Вселенной является мозг человека. Миллиарды нейронов позволили нам эволюционировать и изменить нашу планету. Но является ли это пределом природного творчества? Сегодня мы знаем, что во Вселенной существуют миллиарды потенциально обитаемых планет. А ведь это также и миллиарды шансов для развития мозга. Поиск внеземной жизни – это больше, чем простое любопытство. Это наш инстинкт увидеть и прикоснуться к чему-то величественному, божественному, как мы считаем идеальному. Обнаружение внеземной цивилизации будет являться не просто доказательством того, что мы не одиноки. Она может проложить совершенно иной, новый эволюционный путь для нашего вида. И в отличие от примитивной жизни, инопланетный разум можно обнаружить за многие тысячи световых лет от нас. Ведь развитые цивилизации более легкие для поиска. Какими знаниями и технологиями они могут обладать? Как нам установить с ними связь? А ведь мы далеко не первые, кто задает эти вопросы. Их задавали звездочеты и жрецы в древних Месопотамии, Египте, Вавилоне и Греции. Солнце, Луну, снежные вершины, высокий гор. Ветер, молнии, ливни, граб. И все происходящее, чего не могли понять древние и не очень люди, обожествляли. Все это становилось культами добрых и злых сил. Так появились боги света и тьмы, солнца и луны. А в горах древней Греции поселились дети Урана и Геи, Титаны. В 19 веке, всего каких-то 200 лет назад, некоторые ученые того времени даже предлагали разжечь огромные круговые костры в пустыне Сахара, дабы инопланетяне могли увидеть нас. В середине все того же 19 века, один французский астроном предложил выложить мозаику из огромных зеркал, отражающих солнечный свет в форме большой медведицы, дабы марсиане знали, что мы существуем. Но ни костры, ни солнечные зайчики не помогут, если сигналу предстоит пройти несколько световых лет сквозь космическое пространство. Даже сегодня, имея самые передовые разработки в космических технологиях, мы не сможем увидеть ядерную войну на планете в соседней звездной системе. Для того, чтобы доставлять сообщения на столь значительное расстояние, нужна форма света, которую невозможно увидеть невооруженным глазом. И вот радиоволны идеально подходят для отправки сигналов на дальнее расстояние, потому что они, в отличие от других форм света, отлично проходят сквозь газ и пыль. Вот поэтому Тассетти, Институт по поиску внеземных цивилизаций, был почти полностью сфокусирован на сканировании радиосигналов, как специально отправленных, так и на фоновый шум от внеземных технологических устройств. Наши собственные радиосигналы распространились на сотни световых лет и достигли примерно 75 звездных систем. Некоторые из этих систем имеют потенциально обитаемые планеты. Если же инопланетяне, достигшие нашего уровня развития выше, живут за пределами, куда наши радиоволны еще не долетели, то они способны обнаружить жизнь на Земле, заметив кислород в нашей атмосфере. В ходе работы проектов СЭТИ астрономы использовали миллионы звезд в поисках радиосигналов. Но за несколько десятилетий поиска исследователи услышали лишь пару ложных сигналов. Космос молчит. Мы называем это парадоксом Ферми или великим молчанием. На самом же деле настоящий поиск только начинается. Во Вселенной существуют сотни миллиардов, если не триллионы галактик, которые расположены так далеко, что их свет еще не достиг нас. Но они будут доступны для изучения в будущем. Если представить космос как один огромный океан, то получится, что наши поиски внеземной жизни пока ограничивались лишь одним маленьким бассейном. К тому же мы можем искать неправильно и не то, что нужно. Ведь в космосе существует множество способов передачи информации. Например, некоторые внеземные цивилизации могут считать радиоволны слишком примитивной технологией. Это значит, что мы должны брать в расчет альтернативные источники передачи данных, от возможных к применению на практике до фантастических. Вот, например, совершенно новый тип передачи сигнала с помощью лазера. Мощные лазерные лучи могут быть ярче тысячи солнца и передавать данные большей плотности, чем радиоволны. Но здесь есть одно но. Лазерные лучи – это направленные лучи. Другими словами, нужно быть на пути луча, чтобы его обнаружить. Это значит, что для поиска лазер не подходит. Для передачи большого объема информации – да, но для поиска – нет. Но высокоразвитые цивилизации вряд ли будут использовать лазер ввиду его узкой направленности. А вот едва уловимые нейтрины вполне себе могут им подойти. Эти мельчайшие субатомные частицы ежесекундно триллионами проходят сквозь каждого из нас. Более того, эти неуловимые нейтрины могут беспрепятственно проходить сквозь целые планеты. А недавно исследователи обнаружили возможность коммуникации через нейтрины, отправив простое сообщение через скалу толщиной более 250 метров. Если развитая цивилизация использует нейтрины для связи, то такие сообщения могут доходить куда угодно. Компьютерное моделирование нашей галактики показало, что наибольшая концентрация разумной жизни более 4 миллиардов лет назад могла располагаться ближе к центру Млечного Пути. И если это так, то мы родились в пригороде нашей галактики спустя миллиарды лет после них. Вполне возможно, что они были здесь миллионы лет назад и видели совсем иную планету. Вполне возможно, что сегодня их уже больше нет. И возможно, однажды мы наткнемся не на них, а на их останки. Из всего этого вырисовывается вот какая картина. Получается, что наши шансы найти инопланетную цивилизацию зависят от их и нашего времени существования. Если это в районе сотни лет, то цивилизации могут приходить и уходить довольно быстро, не замечая друг друга. Но если же цивилизация способна жить на протяжении тысячелетий, то шансы отыскать их многократно возрастают. Все цивилизации во Вселенной, скорее всего, очень сильно отличаются одна от другой. Но их классификация по потребностям в энергии зависит от развития их технологий. Шкала Кардашова делит их на три типа. Первый тип – использует все доступные ресурсы собственной планеты. Второй тип – использует энергию своей звезды. Третий тип – овладение энергией всей галактики. Такая цивилизация будет отличаться от остальных так сильно, как мы отомек. И для нас они будут просто богами. Но об этом позже. А сейчас, прежде чем искать инопланетные супертехнологии, для начала мы должны отыскать хоть одну цивилизацию, подобную нашей, не достигшую даже первого типа. Обычная планета, проходя по диску своей звезды, снижает ее светимость. Но более плавное снижение кривой светимости может указывать на плотное кольцо искусственных спутников. Это так называемый пояс Кларка. Естественные кольца, состоящие из камня и льда, у каменистых планет – довольно редкое явление. Зато кольца из искусственных спутников, например, такие, как вокруг нашей планеты, могут свидетельствовать о том, что планета обитаема. Как и земная растительность, оставляющая биосигнатуру в атмосфере, внеземная технология должна оставлять техносигнатуру. Кремний, как и хлорофилл, оставляет след в кривой света. Такой сигнал может говорить о наличии инопланетной жизни. И даже малоприятные вещи, такие, как техногенные загрязнения окружающей среды, могут оставлять след в атмосфере. Некоторые загрязнители, например, такие, как хлорфторуглерода, не формируются в естественной среде. Это техногенные загрязнители, и их можно обнаружить даже в небольшой концентрации. Такие химические соединения могут оставаться даже после гибели цивилизаций, указывая на вымершую инопланетную расу. Такие доказательства могут дать нам понимание того, как нам самим избежать катастрофы. Есть еще одна опасность, которая грозит не только нам. Любая цивилизация, которая потребляет огромное количество энергии, производит избыточное тепло. Это тепло может оказаться большой угрозой, например, как изменение климата для нас. А еще оно может оставлять характерный сигнал. Обнаружение излишков тепла на других планетах может указывать на деятельность разумной цивилизации. Не будучи уничтоженными собственными технологиями, некоторые цивилизации могут достичь полного контроля над своей планетой. Это и будет цивилизация первого типа. Такая власть дает великое могущество. Например, контроль над экосистемами, ресурсами и даже над погодой и климатом планеты. Но какой бы развитой ни была планетная цивилизация, она будет сталкиваться с теми же космическими угрозами, что и мы. Гамма-излучения, взрывы сверхновых и столкновения с астероидами. Некоторым удастся покинуть планету и переселиться в космос, дабы спасти свой вид, построив свой дом в пустынном межзвездном пространстве. А это значит, что наш поиск братьев по разуму должен охватывать всю Вселенную. Наша цивилизация довольно молода, поэтому, скорее всего, любая другая разумная цивилизация будет более развитой, чем мы. И, наверное, нам надо дважды подумать, прежде чем обнаруживать себя. Вряд ли инопланетные цивилизации будут нуждаться в ресурсах, но им нужны будут запасы энергии. Звезды производят намного больше энергии, чем ее достается планетам. Чтобы освоить энергию звезд, цивилизации придется построить нечто поистине потрясающее. Что-то вроде сферы Дайсона – громадной мегаструктуры, опоясывающей звезду, способной поглощать ее энергию в невиданных масштабах. Но сотворит такой жизни, основанной на углероде, невыполнимая задача, ввиду биологических и экономических условий. А вот жизни, основанной на кремнии, задача вполне выполнимая. Такой жизни не нужен кислород, еда, вода, одежда. Ей даже радиация особо не страшна. Но какой бы ни была цивилизация, создавшая ее, подобная мегаструктура извергала бы огромное количество тепла, а также частично блокировала бы свет звезды. Любая цивилизация, обуздавшая энергию звезды, переходит на следующий уровень по шкале Кардашова. Это цивилизация второго типа. Ведь такой уровень могущества открывает умопомрачительные возможности. Процесс переработки материи самой звезды позволяет получать неограниченные ресурсы и дает контроль над всей планетарной системой. Но со временем такой искусственной жизни энергии звезды будет недостаточно. Ей понадобится больше энергии. Для того, чтобы создавать колонии по галактике, роботам придется путешествовать на колосветовых скоростях. И если где-то есть такая цивилизация, и у них есть подобная технология, то мы способны ее заметить. Инопланетные корабли, перемещающиеся на границе скорости света, будут оставлять за собой след ионизированного газа. Такие следы могут оставлять заметное инфракрасное излучение. Маски света на холсте Вселенной оставлены ее повелителями. Такая космическая виртуозность совершенно непостижима для нас. Жизнь, построенная на кремнии, искусственном интеллекте и сферах Дайсона, умеющая создавать звезды, в теории будет жаждать еще больше энергии. И если же мы ищем жизнь третьего типа, ангелов, богов или титанов, то, возможно, следует их искать там, где на первый взгляд нет совсем ничего. В далеком космосе есть огромные пустоты, располагающиеся между скоплениями галактик, которые совсем не испускают никакого излучения. Некоторые астрофизики полагают, что эти пустоты, называемые войдами, являются связующими туннелями, ведущими в другие вселенные. Но на самом же деле, что это за пустоты, откуда они взялись и куда ведут, точно никто не знает. В теории космические архитекторы могут создавать огромные планетарные системы, гораздо более сложные, чем те, которые мы знаем. Такие солнечные системы могут быть идеальными в качестве долгосрочных пристанищ для любой жизни, а может и вовсе служить неким космическим заповедником, где каждая планета населена своим неповторимым типом жизни. Некоторые исследователи полагают, что могут быть те, которые контролируют или даже создали всю Вселенную. Эти исследователи даже начали рассматривать идею о том, что наша реальность – это всего лишь симуляция или эксперимент, проводимый некой высокоразвитой формой жизни. Если это так, то эта форма жизни может существовать вне пространства и времени. В этом случае наш поиск разумной инопланетной жизни становится эволюцией поиска Бога с древнейших времен. Понимание того, что мы во Вселенной не одиноки, в корне изменит представление о нас самих. Мы можем в полной мере ощутить космическое братство и не чувствовать себя одинокими на планете, дрейфующей в космической тьме. Изучение новых технологий приведет к нас к потрясающему прогрессу и позволит обеспечить долгую жизнь. Однако возможность осмысленной двусторонней коммуникации весьма туманна и почти невозможна. Разделенные сотнями тысяч световых лет, мы изучали бы друг друга такими, какими были в далеком прошлом. А наш язык и письменность могут быть чуждыми для восприятия разумными существами из других миров. Но что если мы и вправду одиноки? Что если нет никаких богов, титанов, ангелов и демонов? Что если все эти страшилки мы сами себе придумали? Возможно так и есть. Но во Вселенной есть миллиарды галактик, настолько удаленные от нас, что их никогда и никому не удастся изучить. С другой стороны, полное отсутствие доказательств существования каких-либо форм жизни во Вселенной делает нас действительно уникальными. В то же время это наделяет нас ответственностью, ведь мы должны суметь передать факел жизни и разума грядущим поколениям и мирам. Но как это сделать? Мы можем отправить в космос капсулы, хранящие наши достижения, знания и ДНК. Возможно другие расы делали, делают или сделают то же самое. Таким образом мы можем стать связующим звеном жизни или одной из глав Великой космической энциклопедии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok